Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Ну что ж, к рынкам. В целом ситуация остается прежней до пятницы, до выхода данных по инфляции в США и до заседания американского регулятора. Может быть и неправильно будет сказать, что рынок останется безидейным, но я не ожидаю какой-то выраженной динамики. Трейдеры не торопятся открывать новых позиций. Рынок ходит от уровня к уровню. В таких условиях торговля спекулятивная может быть даже не самое лучшее решение, друзья. Но вам нужно копить фундаментальный фон, собирать аргументы в пользу либо против тех или иных сделок и готовиться к трейдам, которые точно последуют уже на следующей неделе. Как и ранее, я ожидаю, что данные по инфляции, которые выйдут в эту пятницу, сообщат нам о том, что инфляция в Штатах достигла нового многолетнего максимума. Это станет стопроцентным триггером для Федрезерва в принятии решений по сокращению экономических стимулов, в данном случае по дополнительному срезанию программы количественного смягчения, что мы воспринимаем не просто как коррекция программы QE, а как весомый, уверенный, серьезный шаг в сторону первого со времен действия пандемии повышения процентной ставки. На таком фундаменте доллар точно сможет выстроить себе неплохое будущее. Сейчас индекс доллара котируется на отметке 96 пунктов. Я рекомендую смотреть за динамикой доллара сейчас в разрезе, в сопоставлении с рисковыми активами, в частности парой евро-доллар, у нас до сих пор в коротких позициях. Доллар-иена, кстати, тоже интересно, потому что если вспомнить про перспективы евро-доллар, я много раз вам говорил, что здесь нужно торговать контрастом монетарного политика. Это очень актуально также и для пары доллар-иена. Кстати, вот накануне вышли слабые отчеты по темпам экономического роста японской экономики. Квартальный прирост составил на целых, точнее спад даже, друзья, на целых 0,9% это очень серьезный в плане негатива показатель. И на мой взгляд, эта статистика была более чем ожидаема, учитывая чрезвычайные меры, на которые пошли власти и поняли то, чтобы сдержать распространение коронавируса. И эти самые меры ударили по потребительской активности по сфере услуг. И самое главное, что в текущих крайне слабых экономических условиях разрушены вот эти экономические конъюнтуры. Мы знаем то, что Банк Японии продолжает транслировать важность сохранения мягкой экономической политики. И оправдывает свое решение не только тем, что ухудшились вот эти экономические условия, но и тем, что у него нет какой-то особой сейчас необходимости действовать жестко, ужесточая политику. Потому что, в отличие от других центральных банков и регионов, инфляция в Японии не зашкаливает, насколько, как, например, это в Еврозоне и в американской экономике. Что касается политики Федрезерва и ее влияния на доллар, это я только что сказал. Мы, напротив, здесь настраиваемся на ужесточение этого самого монетарного режима. И, пожалуйста, доллар-гена по-прежнему смотрится вверх к целям, которые мы ранее обозначали, а точнее даже транслировали идеи ряда инвестбанков. Это 115 и выше. Что касается черного золота, то есть нефти, 76,47 в моменте. Рынок сейчас очень сильно положился на оптимизм, который связан с тем, что в данный момент на рынках транслируется идея, что влияние нового штамма коронавируса будет не таким серьезным на мировую экономику, как прогнозировалось и ожидалось ранее. Еще одна хорошая новость. Компания Pfizer сообщила о том, что три этапа вакцинации, именно новой вариации вакцины, которую они разработали, поможет обезопасить от пагубных последствий омикрона. И, в частности, поможет выработать иммунитет против нового варианта коронавируса. Но эту информацию еще нужно проявлять, потому что, как вы прекрасно понимаете, мы с омикронштаном познакомились буквально несколько недель назад. И, конечно же, сейчас говорить о том, что уже на текущих этапах есть вакцина, это преждевременно, друзья. Я склонен полагать, что рынок очень сильно сейчас заигрался с оптимизмом. И у меня есть аргумент в пользу того, что ни в коем случае нельзя сейчас недооценивать все-таки более серьезный негативный эффект омикрона на мировую экономику. И этот аргумент заключается в том, что Англия накануне сообщила о том, что они также возвращаются к частичным мерам ограничительного характера из-за стремительного роста количества заболевших. Я думаю, что сегодня-завтра эти ограничения точно вступят в силу. Соответственно, Англия стала уже третьим регионом, позвольте так выразиться, ЕС, хотя я понимаю, что это не совсем уже актуальная история после Брекзита, после Австрии и, соответственно, после Германии. Но я почти уверен, что дальше будут и другие регионы, потому что количество заболевших продолжает расти. Что касается золота, 1785 в моменте, опять же, одни и те же уровни, я констатирую, уже больше недели, друзья. И снова повторяю, что рынок раскачается. Надо просто подождать, не обращать внимания на локальный всплеск волатильности и хождение от уровня к уровню. Рынку нужны триггеры. Это данные по инфляции и, соответственно, решение Федрезерва по программе количественного смягчения. Но если посмотреть, опять же, на то, что есть в моменте, я бы не поставил сейчас стопроцентно на рост золота, потому что растет инфляция. Потому что инфляция росла и раньше, но рынок драгоценных металлов все это игнорировал и не получал дополнительной поддержки. Есть аргументы напротив в пользу того, чтобы золото просело. Это низкие интересы институционалов. Анализируйте, смотрите на цифры CFTC, комиссии по торговле товарными фьючерсами. Спекулятивный лонг сокращается от недели к неделе. Сейчас находится на минимум больше, чем за месяц. И все-таки идея сокращения экономической политики и последующего повышения процентной ставки – это то, что точно приведет к росту доллара. Уж не уверен, сможет ли золото бодаться с более сильной американской валютой. Пока что, друзья, в приоритете шора до цели 1750. Евро против доллара – 1.1331. Я, как и ранее, придерживаюсь короткой позиции, особенно после событий в Великобритании, связанных с новыми ограничениями. Не буду повторять снова про аргументы и причины, почему я шарчу евро. От контраста монетарных политик до потенциального роста курса доллара. Пересмотрите, кому интересно, прошлые брифинги. Австралиец против доллара – 0.7170 уже. Наша ближайшая цель – 0.73. Я думаю, что мы до нее доберемся. Американский фондовый рынок остается на максимумах. И уже не раз доказывал нам, что он, скорее всего, нацелен на уровне 4.800 и 5.000. Причем, невзирая на эти данные, которые мы получим по инфляции и несмотря на решение Федрезерва по сокращению экономических стимулов. Биткоин 49.719 снижается. Я здесь обозначил риск ранее того, что нисходящий тренд, скорее всего, останется актуальным. И многие спрашивали у меня, опять же, в комментариях, почему я связываю крах компании Evergrande, потенциальный, конечно же, крах, друзья, с негативной динамикой в криптоиндустрии. Все очень просто. Evergrande – это серьезный игрок корпоративного сектора китайской экономики. Это игрок, который вот-вот станет банкротом. А из-за того, что они накопили долги на сумму свыше 300 миллиардов долларов, ежу становится понятно, что в случае дефолта по принципу цепной реакции домино больно будет всем. Не только прочим представителям сектора недвижимости Китая, не только вообще представителям корпоративного сектора китайской экономики, но и для всей мировой финансовой системы. А завязываю я с криптоиндустрией дефолта Evergrande с точки зрения того, что всем известный стейблкоин, имитент Тезер Холдингса не раз сообщали о том, что они разместили часть своих капиталов. Это нормально, кстати, в ценной бумаге и депозитные сертификаты. Конечно же, не было прямых указаний, что какие-то бумаги вложены непосредственно в компанию Evergrande. И я допускаю, что, возможно, их инвестиционные интересы никак не соприкасаются с этой компанией. Но точно какие-то средства вложены в китайскую экономику и, возможно, в сектор недвижимости, потому что ранее он показывал самые динамичные показатели роста. И если, друзья, окажется так, что после дефолта Evergrande полетят и другие компании, они точно полетят, то значительные риски вскроются сразу для Тезер Холдингса, не только для нее. И, соответственно, через спад капитализации компаний, которые будут находиться в портфеле уже Тезер Холдингса, это все может очень сильно зашатать криптоиндустрию, подорвать доверие к стейблкоинам, привести к уже, может быть, отвязке от паритета, который сейчас действует по отношению к доллару, и дополнительному медвежьему ралли. Готовьтесь, друзья, к этому, то есть даже если этого не случится, сейчас вы должны обозначать и иметь в виду такой риск. Поэтому я в отношении биткоина склонен полагать, что 40 тысяч мы точно еще увидим. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.